По значению перемены в промежуточном моменте Нелинейное интеграемое уравнение Описываю в некотором смысле принцип суперпозиции Для плотности вероятности На самом деле в интегральном виде не очень удобное уравнение Непонятно как с ним бороться Поэтому сегодня мы с вами сейчас В некоторых достаточно простых предположениях Из интегрального уравнения Чеплана-Колуборова Выйдем в дифференциальное уравнение Это называется уравнение Фокера-Планка Ну и дальше будем рассматривать и будет так пора как уравнение Фокера-Планка Значит давайте Сейчас вернемся к выводам Чтобы уж совсем много на доске не писать Давайте вот так Вот если у вас В начальный момент задано в начальном условии Вот величина случайной перемены Икс нулевое В момент времени Т нулевое И мы интересуемся условно говоря Икс т, х нулевое, т нулевое Вот так Чтобы мне с лоликами в конце не писать Давайте я вот так это назнаю С так Маленько Это уж совсем мало на доске не писать Ну и давайте возьмем гладкую функцию Достаточно гладкую функцию В целом проискоренную И для неё единственное для неё условие обложено, что она минимум дважды непрерывно дифференцирует, а во всём остальном в производстве. И вот давайте рассмотрим вот такую вот вещь. Чисто берём, хотим рассмотреть вот такую вещь, например, грамм, dx, по всем возможным значениям переменной x, то есть если отмимо бесконечности до плюс бесконечности можно принимать случайное переменное значение, то значит отмимо бесконечности до плюс бесконечности. f от x, dx, 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 dx. Вот попробуем расписать такую производную. Давайте, что такое производная. По определённому разделу, delta t стремится к нулю. Вот как интеграус дает и x, dx, dx, dx. Остаётся. А здесь расписываем производную. f от x, dx, 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 dx. Вот. Вот. Минус. Минус. f от x, dx. Но. Вот. Это правильно расписал производную. Правильно расписал производную. А теперь вот для вот этой вот штуки. Её перепишем через уравнение черплана кормокворку. Вот. Вот. Ну, естественно, в качестве промежуточного момента времени, рассмотрев момент времени t. Вот. Вот. Здесь. Равняется. 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 Ну, вот. На руку. Вот. Идем. Вот так. Вот так вот. Требес. Идем. Так. здесь будет так, интеграл d z, по значению переменной в момент времени t z t так, ват z t z t ват z z z z z z z z Теперь у нас вот здесь, хоть и под интеграмм, появилось значение, случайно переменной наше, мы Z назначили, значение переменной в момент времени T. Вообще, на самом деле, конечно, если два момента между собой близки, то, по-видимому, с подавляющей вероятностью Z не будет очень сильно от X отличаться. То есть она, в принципе, случайно, она может принимать любое значение, но просто с подавляющей вероятностью она, наверное, будет близка к X. Разумно. Вот давайте этим воспользуемся. Вот давайте вот в этом слагаем, переставим перемен, ну порядок интегрирования, ну переставим. Открывание, когда Z вынесем наружу. Вот. А вот функцию f от X разложим вблизи значения переменной Z. Значит, вот так вот сделаем, вот здесь вот. Вот. С точностью до членов второго порядка. Открываем, если так, в точке замок, F на Z, вот, плюс F штрих на Z, c, с членов первого порядка на X, минус F. Так, плюс, давайте еще. В первом слога мы перестали переменную интегрирование, но мы их интегрировали по заду вынесения. И как бы интегрировали по X внутри. И разложили функцию графа X, вот она. Теперь у нас нет как бы три слогаемых, ну и так далее. Вот давайте расписываем по параметку. В столбец выписываем. Первая слогаемая, которая у нас разобьется, естественно, на три слогаемых плюс добавки. Вот давайте туда расписываем. Так. Равняется. Скорее. Дельта Т стремится к умену. Затт умениться на дельта Т. Дельта Т. Мы расписываем. Первая слогаемая интегрирование Z. Остался мы его наружу вынесли. Лёха взят. Так. Г. Затт. Малень. Писать вообще не зависит. А подминеграут по X. Переприваться. Дельта Т. Малень. Правильно выписываем. Сейчас будем разбираться. Плюс. 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 Играл. Д. З. Э. Шти. А. Ц. Перепослагаем. Понятно? А. Ц. Д. Малень. Затт. Малень. Ну. Да. Нет, нет, нет. Не тот 42. Вот. Это вот этот слогай. Сюда переехал. Прямо. Предыдущий слогай. Последний. В лошади. В интегрировании. Так. Как бы. Да. Здесь. Здесь. Вот. Так. В интегрирование. Три. Х. Не может. З. В. Икс. Три. 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 З. Три. Плюс. Одна. Вторая. Одна. Вторая. Главная. З. Три. Так. ovLe. Так. Так. Эворот. Три. Главная. mater из. Три. Тр. Семь. Тр. Т. Тр. Т. З. Тр. Так, плюс B, еще есть слагаемое, наконец последнее, из этого всего надо вычесть последнее слагаемое. Вместе гран, dx, 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 dx. Вот, теперь давайте слагаемое разбираться. Вот смотрите. Вот это вот слагаемое. этот моножек. Чему он равен? Из свойств условной вероятности. Вот смотрите, у вас тут какая-то zt при условии, что переменная в момент времени t была в z, а в момент времени следующей мы продеглировали по всем возможным значениям переменной. Это вероятность в следующем? Нет. Это конечный результат. При условии, что переменная была z, в последующий момент времени с какой вероятностью получится любое значение? С вероятностью в единичке. В единичке. Нет умножителя. Теперь сравниваем вот это с вот этим. С очевидностью это есть просто одно и то же с точностью. Да. Переменное значение, переменное интегрирование с x на z. Теперь с этим разбираемся. Вот смотрите, что здесь написано. Здесь как бы сосчитано среднее от x минус z от разности значений случайной переменной в ближайшие моменты времени. Ну и так далее. Вот такие величины называются еще моментами перехода. Вот. На самом деле можно показать, что вот для вот этих вот двух величин, для первого и второго понятного, эти величины будут пропорциональны delta t. Ну линейны delta t. Понятно? Ну то есть, как бы, если совсем стремите к валюту, то они между собой различаться не будут. Ну вообще они будут просто линейны по delta t. Вот. А вот следующие моменты перехода обязательно будут в степени по delta t больше или равное второго. То есть, порядка delta t в квадрате, ну и более высокой степени. Для нас это все будет важно. Производную расписку. Мы потом на delta t и к 0 устремляем. Значит, нас интересуют только линейные по delta t с локальными. А все статьи, они амбуляции, вот, все, что происходит. Нас вообще не интересует. Что-то мы их дальше им не пишем. Значит, смысл простой. Я говорю, пока я их беру, ничего не делаю, а просто говорю. Вот. Вот так вот здесь я буду. Крал ты 1. Крал ты x. Вот. Вот. x минус z. Так. Вот. А. x минус ввремя. Дальта t. zt. Обозначает. Равняется. Да. Вообще говоря, она может зависеть от чего. По условию первого вообще говоря, она может зависеть от цель. Вообще говоря, может зависеть от t. И точно так же со вторым моментом приходите. И x, x мин на z квадрате, x, t, t, z, t. Равняется. Здесь по-разному обозначению будет. Нам будет удобно вот так вот обознать. В квадрате, опять же. Может зависеть от z, t, 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 t. Но все остальные моменты перехода оказываются... Оказывается ведут себя как t, 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 t. Поэтому сразу же мы на доске записываем следующий результат, который мы с вами получили. Интеграл, мы с вами рассматриваем Dx, L+, D, 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 D. Субтитры добавил Dx, L, D, 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 D Сразу скажу, что вот второй момент перехода, иногда просто пишут B, A, C, D, A, D, D, D. Но нам будет удобно именно квадрат написать, а это логично, потому что в той же теме рассмотреть крупность вероятности, неусловная вероятность, положительная величина, x-z в квадрате положительная величина. Здесь нет, когда взяться отрицательным величинам, правда, это мы совершенно увидим, что квадрат. Тем более, нам потом будет удобно сравнивать со стокастическими инференциальными уравнениями. Из дальнейшего будет понятно, что так просто выполнено. Вот всё, давайте вот до этого мы добрались. Так, теперь почти всё, вернее могу стереть. И немножечко поработаем с этой вещью. Уже совсем немножечко осталось. По той простой причине, что вот смотрите. Вот. У нас функция R была производена. На самом деле, чтобы получить какое-нибудь уравнение, какое наше следующее действие? Нам, да, желать отсюда функцию F вытащить наружу. Чтобы у нас в целом интеграм выглядел так. Интеграм, функция произвольная наша F и что-то стоящее в скобках равняется. Ну и всё. Поэтому по частям. Один раз здесь по частям. Два раза здесь по частям. Чтобы производные перебросить с функции F на всё остальное. Причём смотрите, когда мы будем брать по частям. У нас вообще говоря, ну, на границах значений переменной Z возникнет вот то, что стоит перед произволом. Вот. А оно равна нулю. По той простой причине, что с очевидностью, что вот эта вот плотность вероятности условно, она равна нулю на границе значений переменной Z. Ну, было бы от минуса бесконечности на плюс бесконечности, то была бы плотность вероятности на минус бесконечности и на плюс бесконечности. Понятное дело, что, ну, соответствующая вероятность, она практически нулевая. Ну, если конечное значение может принимать переменная, то всё равно на границах области определения переменной с очевидностью вот эта вот вещь равняется нулю. Поэтому, реально, взятие по частям от экрана ведётся к тому, что вот эта производная перебросится со знаком минус на пл можно нул. Вот это вот два раза по частям, это вторая производная со знаком плюс и перекинется на пл множить на пл можно. Всё. Поэтому, фактически, сразу записываю ответ. Вот, в результате мы помним, мы играли, DZ, GFZ, вот, переобозначим вот здесь переменную X, переменную Y, у нас на 15. так, так, в скобочках у нас будет фигурных, вот, в скобочках фигурных у нас будет, так, давайте, раз уж, за Z, вот так, за X, переобозначим, здесь переменную Y, я забыл, это X, 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 вот, здесь будет, D, P, X, T, 0, P, по D, T, плюс, D, по D, Х, а от X, Xt 0, да? Отлично. И наконец будет минус 1, вторая и вторая производная d2 в 1 в квадрате, вот такое у вас получение, v в квадрате, Xt, вот так, Xt. И это дело равняется вот так. Ну, вроде бы и всё. Теперь то, что стоит в фигурных скобочках, у нас равняется 0, потому что f у нас произвольная функция. И вот получаем дифференциальное уравнение флокера-планга. Даже вот так он здесь это головой пишет. И вот так. Дэфференциальное. По-моему, сейчас некоторое время будет нормально. Сt 0, 2, 3. Положим D. В правую сторону он выбежал все производные боицы. Дэфференциальное уравнение флокера-планга-планга-планга-планга. Вот у нас перед глазами был плюс. Назадная. Это номер х квадрате. Х квадрате. Назадная. 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 Давайте слушаем. Позволение. Не буду здесь писать. От XT 0. Подразумеваем. Все. Это друг друг друга мнения флокера-планга. Для одного компонента он случайно в процессе. Оно очень заметную роль играет в неравновесной статистической физике. Применяется для описания очень многих физических процессов, которые получаются в куче моделей. Сейчас мы еще сегодня на этой паре маневры физические. Будем останавливаться. Немножечко послагаем. Какие в нем есть. Вот. Вот смотрите. Вот если бы у нас не было А в XT, а было бы только Sb. И более того, если бы у нас B вообще не зависело от XT, была бы константы. Вот. Тогда что вам это уравнение напоминало? Теплопроводность? Ну да. Теплопроводность или диффузия. Здесь чаще всего говорят про диффузию. А уравнение из модфизики для диффузии мы просто описывали, грубо говоря, эволюцию. Мы определяем концентрацию частиц. То есть вы вывели изравновесие систему за счет смены концентрации частиц. Вот то как рассасывается. Это неоднородная концентрация по времени. Вот стандарт нового умения для диффузии. Ну давайте. Вот стандарт нового умения. Так, для концентрации частиц. Р. 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 А здесь дальше стоит вообще-то, говоря, набор. Р. Ну, вот на мятом случае просто получится совершенно очевидно вот именно вот такое вот уродство. ЕД это коэффициент диффузии, описывающий рассасывание, соответствующие неоднородности Поэтому второе слагаемое достаточно часто называет диффузионом А первое слагаемое, которое будет видно в сравнении с процессом для Брауновского движения Оно всегда описывает некоторую диссипацию Поэтому соответствующее слагаемое называют либо диссипативным, либо чаще всего называют дрейфовым, конвективным Так, первое слагаемое дрейфовое, вообще говоря, обоописывая процесс диссипации, торможения в системе Давайте еще убедимся, вот мы с вами для условной вероятности записали у нас условные вероятности Давайте пусть у нас посмотрим, что для распределения для одного события в конкретный момент времени Для П1, для П1 и П1, вот абсолютно точно такое же вероятность Снова возникнет уравнение фракера планы Ну, действительно пусть... Давайте распишем через условную вероятность Это распределение в конкретный момент времени Ну, как это сделать? Выберем условно-обначальный момент времени Ага, значит... И выберем двухмоментную функцию распределения Теперь Давайте так Значит, мы помним, что совместные вероятности нижнего порядка Нижнего порядка всегда получается через С Икс 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 По свойствам По свойствам совместных вероятностей А вот это вот распределение через условное По свойствам Вместе с quest Вместе с quest Икс 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 Теперь производный берем по времени от правой и от левой стороны Продолжение следует... Для этого у нас имеется уравнение фокеропланка. Применяем его. Продолжение следует... 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 СДУ, это дело сокращенно называют, но в многих местах встречаются, в статистической и ранее физики исключительно часто встречаются. На самом деле в общем виде соответствующего уравнения можно записать вот так, статистическое и дифференциальное уравнение в достаточно общем виде. СДУtu задерж slightest soy. СДКТ. Д это корривированный случайный источник типа белого швы. Гауссовый случайный источник с корреляционной функцией такой. Ну, если вы посмотрите на уравнение лонжевена, вам оттуда будет сразу же ясно, что-то один из моментов выбора просто A, X, X, B, X, X. Мы еще чуть-чуть похоже с вами. Соответствующие буквочки получим просто, ну, без сравнения, с уравнением лонжевен. А я здесь недавно записал так же, как A и B. Потому что, давайте, совершенно общая вещь стахастического и дифференциального уравнения, в принципе, которое человечество хорошо умеет решать. Почему? Значит, да, потому что, первое, вот такое стахастическое и дифференциальное уравнение с очевидностью определяет марковский процесс. Ну, действительно, давайте убедимся. Давайте в этом убедимся. Без проблем в этом убедимся. Давайте попробуем дифференциал расписать. Так, если вы знаете X от T в момент варенье T, то в момент варенье T плюс D это T. А дальше? Ну, так. Ну, так, так. Ис от T плюс Y от ДТ. Так, так. Плюс В, то есть F, ну, так. Кси от T ДТ. Итак, смотри, в последующий момент времени у вас случайно определяется знанием, случайно определяет предыдущий момент времени, ну и вообще говоря, она определяется знанием и момент времени случайного источника. Но этот случайный источник, конечно, никоим образом не зависит его проведение от предыдущих моментов времени, как ведется за случайные перемены. Значит, действительно, процесс такой, что у вас для знания будущего достаточно знать настоящее. Итак, случайный процесс маркерства. Второе. Значит, совершенно очевидно, условные вероятности и одномоментные вероятности будут определяться уравнением Фокера-Планка. И, наконец, последнее. Вот, допустим, если у нас вот такое статистическое дифференциальное уравнение сопровождается начальным условием такими детерминированными, такими детерминированными вначале условиями, вот, то тогда на самом деле это определяется уравнением Фокера-Планка с теми же самыми коэффициентами А и В. Ну и уравнение Фокера-Планка должно сопровождаться, должно сопровождаться начальным условием, по каким начальным условиям. В принципе, достаточно антиевидным начальным условием оно должно сопровождаться. Так. 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 Ну, если для условного, если вы пишете, если у вас не детерминированное начальное условие, А допустим, у вас в начальном моменте времени задано одномоментное распределение, то тогда вы пишете уравновение функера планка для одномоментной вероятности. Опять-таки уравнением функера планка, стили же А и В, а в начальном условии будет выглядеть следующее. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Стараюсь максимально быстро ввести в способы счета. Продолжение следует. 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 Так, вот мы ставим крышу, сейчас будет понятно, почему. Значит, детекровированный гауссовский случайный процесс. Естественно, он будет много компонентный, любое количество компонентов. Вот, и здесь будет детекровение. Если он детекровен, то все сложнее. Поэтому пока будем только такой исход, я рассматриваю. А вот это вот надо знать, давайте так, компонент у него. Вот это просто матрица с компонентами. Если вы по компонентам будете расписывать. Поэтому мы ее крыжем. Могу по компонентам расписать, не нужно. Я тоже думаю, что вы этот сайт сможете сделать. Вот, а теперь давайте запишем уравнованные фокера планы. Для такого многоконентного полу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Да, секунду, итак. Идет. Так. Фикс. Вот так. Чего? Пой. Плюс. Плюс. Назваиваем. Сонно, по-другому. Так. Так, где материя ИСФИН, где материя ИСФИН. СПМ может на верхе разгромнировать. СПМ-показ. 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 транспланирована и ситуация абсолютно точно такая же вот замоделировали более случайный процесс с техристическим и финансовым волнением на многокомпонентной величины по сути дела вы сразу же можете представить финансовое волнение в частных производных для соответствующей условной вероятности или для одномоментной вероятности для этой многокомпонентной случайной величины внешне кажется достаточно за луна 22 сейчас из конкретных примеров будет гораздо более ясно давайте вот здесь вот сотруд немножечко конкретных примеров ну во-первых если вы знаете условную вероятность допустим у вас детерминирован случайный процесс вот и вас интересует ну некоторая произвольная функция некоторая произвольная функция он случайный переменный x которая переменная многокомпонентная и пусть вы знаете как конкретное значение переменной x в начале момента времени мы просто знали конкретных значений предмены как сосчитать среднее как сосчитать среднее как сосчитать среднее и мы условные вероятности соответственно мы условные вероятности присылаются уровни уравнение Фруклер-планка с соответствующим детерминированным условием, решить его и считать любое средство. А теперь давайте конкретизируем, давайте попробуем с вами рассмотреть броновское движение и рассмотреть распределение броновских частиц не только по скоростям, но и по координатам. И попробуем составить стахастическое дифференциальное уравнение между компонентами. Если мы будем интересоваться распределением броновских частиц, не только по скоростям, но и по координатам. вот давайте. Итак, для скоростей уравнение мы уже вена пишем. Давайте по компонентам его распишем. ДВ и ДВДТ равнялось у нас минус альфа В и Д плюс Курин с 2Д на случайность. Правильно? Вот это вот у нас случайная сила. Для нее коэффициентная функция была, как бы 2Д коэффициент стоял. Можно там убедиться, что 2Д и будет, потому что вот эта Д криминирована случайностью, без коэффициента, без коэффициента. Понятно? Понятно? Му. Ну, вообще говоря, для скоростей, для случайной силы А, которая стояла у нас здесь в уравнении альфа В и М. у нас было А, 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 Д, А, Д штрих и Д. И у меня ДВДТ, 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 ДВДТ. Так мы искали случайную сила. Коляционный функцию. Ну, смотрите. Назад. Значит. Ну, тогда мы случайную сила просто можем обозначить коэффициент 2Д и уложить на дельтообразный коллекционный источник. Возьмите коллекционный функцию. Вы получите, конечно, 2Д на дельтофункция t минус ht. Ну, а здесь альфа на В скорость по компонентам, конечно, как бы, все нормально. У нас здесь 4-то надо написать. По компонентам все нормально. Все. Ну, ладно. Теперь мы еще интересуемся координатами. Вот. Попробуем для координат написать статистическое и финансальное обновления. Как координаты со скоростями связаны. Скорость что такое? На зоне открылась. Да. Эля, эля. Я думаю, даже не буду писать по компонентам. Эля, что тиви равняется в вас. Ну а случайные источники никакого нет. Ну это не важно. Ну, значит, для этого делаем случайные источники просто радио 0. Теперь давайте смотреть на это и воспроизведем, что означает A от XT. А что означает B от XT? Давайте сюда осмотрим. Давайте, ну, с вами, ну, попробуем. Давайте определим, что такое X. Давайте так определим, V1, V2, V3, так, 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 и, ну, R1, R3, понятно, да? И три компонентные координаты. Три компонента скорости и три компонентные координаты. Тогда с очевидностью A. Смотрим вот сюда. Вот, смотрите, для компонент скорости у нас вот здесь стояла минус альфа V1, минус альфа V2, минус альфа V3, понятно, да? Так, теперь для координаты следующие три компонента. Смотрите, вот это очевидный коэффициент A. В1, 2, 2, 3. Вот так, вот такой шестикомпонент наверх. Так, теперь матрицу B. В1, 2, 3. Вот здесь равняется. В этом даже это. Воматочном виде ее выбежем. Корень. Корень из 2D, причем она диагональна. Вот смотрите. Вот здесь и T компонент, и здесь и T компонент. Это просто означает, что здесь и T компонент. Так, по диагонали корень из 2D, корень из 2D, корень из 2D. Т компонент. Следующие три компонента. Вообще, нули не правильно. Ну, может, везде, нет. Это матрица B. Все. Вот теперь вы можете сразу составить уравнение фортироплаткой. Составляем уравнение фортироплаткой, а вы проверяйте. Главное преб Comic.50. Равнение фортироплат would be the Goldenab Collins. Так, в entails втором виде. Главное. Первые три компоненты А. Это минус альфа новой гиттой, да? Вот, записываем их. Альфа, альфа сумма А и единицы ДТ. Так, Д, 2Д. Здесь у нас Х и Д было обозначение. Вот, смотрите. Первые три компонента Х это у нас просто скорость. Это ДВ и ЕД. В и ЕД. В и ЕД. Правильно? Записал. Вот, минус. Здесь минуса нет, потому что минус альфа В и ЕД. Как бы сам понятен. ВА. ВА. Следующие три компонента ВА. Это просто скорость. Если вы знаком плюс, то здесь будет знак минус. ВА здесь будет В и ЕД. В, СМИ, Д, П, Д… В х, СМИ. У нас последние три компонента, это координаты. Вот, на совершенную осиридуну Д, П, Д, СМИ. Так. Отплат. Все, уа, только скорость, производная выходит с такой лонаром кризис. Все, все с коэффициентом а записали на твою локацию. Теперь последовательно, что вам осталось записать, взять матрицу В, доложить на ее транспонированную, которая точно такая же, совершенно теоретично, потому что она диагональна. Получится матрица с 2D по диагонали в трех первых местах. Значит, вы, наверное, получите D, сумма, и D2 по D, V и D. D2 по квадрате. Все, ну и давайте сейчас найдем сагану сумма. Что, что? Сумма поедет у нас от 1 до 3. Я не знаю, что существует. Что, что? Вот где выгодно, а D3? Да, здесь, конечно, тоже сумма стоит, безусловно. Слава поедет. Просто вы уже, в принципе, должны привыкнуть. Потому что чаще всего сумму можно будет писать от одинаковых индексов и подразумевать сумму. Я уже пишу. Вот давайте еще. Вот. Дальше, почти весь курс, в нем будет все время фигурирует вот такое вот уравнение. Уравнение Польцева. Симметическое уравнение Польцева. На самом деле, вот сейчас мы его для случайных процессов до некоторой степени получили сразу же. Интегранское уравнение получили в наших предположениях. Уравнение Польцева. Поздравляем. Поздравляем. Все. Так. Все. Ну, легко убедиться, что я записал все время то же самое, только в векторных обозначениях. Вот, вот смотрите, вот. Вот это вот делает тазовое. Может, на ДПТ. Или немножко сюда. Ну, все остальное тоже в векторных обозначениях записал. Вот, легко убедиться, что, на самом деле, вот это вот есть просто одночастичная функция распределения по координатам и импульсам, ну, для промысла частиц. А вот это вот, сейчас мы с вами убедимся, что это есть просто кинетическое уравнение кольцам. А вот это вот интеграус столкновений. Интеграус столкновений Фоккера-Буа. Вот. Сейчас, дальше, мы совершенно из других соображений получим такие же уравнения для просто, для частиц в газе. Вот просто вот это вот, может, будет несколько другой вид, когда мы видим такого сопротивления. А левая часть будет абсолютно точно такая же. Вот. Значит, более того, ну, как бы, ну, вот это вот уже и замкнутое уравнение для одночастичной функции распределения. Вот. Как бы мы с вами дальше убедимся, вообще говоря, что по уравнению кольцам получить, все равно необходимо делать некое существенное предположение. И раз, потому что необходимо рвать цепочку. У него небожирюбов, опять-таки, слова будут понятны и из дальнейшего. А сейчас мы это пока просто смотрим, как на дифференциальное уравнение в частных производных для определения условной вероятности, либо одномоментной вероятности. Так. Вот. Я сейчас тут перервил. Последнее. Последнее, что нам, пожалуй, надо сделать. Вот. Чисто формально, как считать, понятно, но все-таки нехорошо, что я вам как бы сказал, что вот в уравнении фокероплатка коэффициенты будут абсолютно точно такие же, как в стихистическом дифференциальном уравнении. Собственно говоря, никак его у нас не доказывают. Да? Давайте, опять-таки, доказывать не будем, потому что не так просто и быстро доказывают, а просто убедимся, чтобы успокоиться, что это действительно так. Ну, давайте просто убедимся на примере, ну, такого однокомпонентного уравнения лунжевена. Запишем однокомпонентное уравнение лунжевена. Запишем однокомпонентное уравнение лунжевена. Запишем однокомпонентное уравнение лунжевена. лунжевена 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 л ecosystem realceevin. Напишем отдельно, предположим это предположение лунжевена лунжевена л carreоня times выплатCo A, с формулой Эштейна есть, у нас такая d, это видно на 1, что протянает мы просто коэффициент диффузии через коэффициент, описывающий диссипацию альфа. Так, ну что, теперь нам осталось только убедиться, что в моменты перехода у нас будут именно такие а и б. Давайте еще раз для этого уравнения, что у нас есть а, b, b, d. Совершенно очевидно, это есть минус альфа, b, d, b, 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 d. У нас совершенно очевидно, есть вот такой альфа, b. По общему определению, как мы с вами общее стокистическое и референциальное умение записали. Теперь убедимся, что в уравнении Функера и Планка они будут именно такими же. А в уравнении Функера и Планка будут как моменты перехода. Вот давайте сосчитаем моменты перехода. И убедимся, что альфа у нас будут другие. Значит, как моменты перехода сосчитать? Очень просто моменты перехода сосчитать. Значит, здесь у вас случайная величина это просто скорость. И нам надо сосчитать вот такую величину. Для первого момента перехода. В минус В мали В. Ну, при условии, что у вас в начальном момента времени была скорость В мали В. А в момент времени Т плюс В это Т, она у вас столована. Все. Совершенно очевидно, что это как раз во первом углу перехода. При условии, что время для В отличается от времени для В на 2 на 3-5. Среднее считать. Мы в уравнении Функера с вами записывали, как скорость. Среднее от времени зависит, да? У нас есть среднее от В минус В мали В. А среднее от В у нас была В мали В на 3-5. И в степени минус альфа. Дэто Т. Вот это мы можем применить. Вот это мы можем применить. Ну, а теперь последнее, что нам надо сделать. Четвертый линейный протектор Т. Равняется. Минус В нулевое. Вот. Минус В нулевое. Минус В нулевое. Так. Вот. Альфа. Минус В нулевое. Дэто Т. Эта Т. Ну, очень хороший. И как бы, минус В нулевое. 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 АТВ нулевое, ДФТ. Почему вы обратите внимание? АТВ нулевое, конечно, потому что у нас вот этот момент, оно нулевое. АТВ-Т это действительно минус. Второй момент, это точно так же надо сосчитать. Надо взять В минус В нулевое, при условии, что в момент времени, начальный момент времени Т нулевое восходит по В нулевое. И считать момент времени квадратный. И считать, что вот здесь в момент времени Т нулевое плюс ДТТ. И все средние разложить по маленькому ДТТ. Домашнее задание. Увидится, что действительно получится. АТВ-Т Домашнее задание. Домашнее задание. Залоняется, AD2 начинается. Так, B2 это у вас есть 2D. ну а B это есть просто поле не сделанное. Вроде никаких проблем нет это сделать. Средний V в квадрате мы с вами считали, формулы у нас были записаны. Там надо туда разницу времен T. У нас T вовремя обозначится D это T и разложится поле неимен D это T. Ничего больше делать не надо. Тривиально делается. И так на самом деле просто для уравнения лонжевена просто напрямую можно убедиться, что действительно у нас первые моменты перехода получились именно такие. То есть они соответствуют коэффициентам A и B в самом уравнении лонжевена. Ну и наконец последнее. Вот мы убедились, что коэффициенты те же самые. Давайте вот для однокомпонентного уравнения лонжевена давайте запишем уравнение фокера планка. Давайте записываем уравнение фокера планка и допустим для одномоментной вероятности. öспогод政ная команова. 1. 1. 2. 2. 1. 1. 2. Плюс, вообще говоря, коэффициент d здесь должен стоять, вот видите, b это корень из 2d, значит, вот здесь должно возникнуть 2d просто, потому что b в квадрате стоит, которое наружу вынесется. Всё, но мы вместо d воспользуемся вот этим делом. Воспользуемся формулой Энстейн. Альфа, карты, повезти на 2d. Не забыли. 1d, 2d, 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 3d, 3d. Итак, оборудование межелема, это до некоторой степени уравнение фоккера-планка для брово-мозглого движения. На самом деле, если вы присмотритесь, уравнение простое в частных производных, оно с разделяющимися переменами. Такие уравнения без проблем, в принципе, решать. Но, опять, не буду с вами заниматься уравнением в частных производных, вот. А мы сейчас просто предельные случаи рассмотрим. Мы рассмотрим качественно, что у нас будет из себя предоставлять P1, как оно будет себя отворение. Ну, давайте пусть мы этого не смотрим. Пусть у нас в начальный момент времени было достаточно узкое распределение по скоростям частиц. Давайте. А, и вот так вот картину мы рисуем. Вот так. Это, то есть, T. Вот. Это. Вот. В. 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 Мы в чистом виде вымолеваем, то есть как бы бросили с легкой дисперсии частички и смотрите за тем, что с ними происходит. Давайте в некоторый, в следующий момент времени посмотрим, что будет происходить. Здесь следующее воспроявление нарисуем. Прежде всего, что можно сказать, с течением времени средняя скорость у вас будет уменьшаться, 10 паций будет происходить. Во-первых, максимум распределения будет уменьшаться вот сюда, уменьшаться будет средняя скорость. Во-вторых, вообще говоря, распределение будет расплываться. Это пока у вас время, за которое вы наблюдали систему, меньше или порядка времени на релаксации. А теперь давайте следующее распределение нарисуем для времени. Много больше времени на релаксации. Много больше единицы на альфе. Совершенно очевидно, что средняя скорость у вас будет равна нулю. Ну и будет некоторое шереневое распределение. Достаточно широкое. На самом деле, из уравнения вы можете просто всё аналитически получить. Неохота мне это просто делать, а меня это несет качественное поведение. Значит, во-первых, максимум распределения смягчается с уменьшением средней скорости, наиболее вероятной скорости. И, наконец, при боевом намного больше времени релаксации, вы получите это. На самом деле, вот, по крайней мере, при времени, много больше времени релаксации, вам нет необходимости даже решать уравнования частных производов. А именно у диастатических процессов, именно когда наступила аналитика, у вас всё время вот такое распределение было. Совершенно очевидно, что сложно сделать. Что здесь сложно сделать? На зоне военной. О, вот это вот ноль. И у вас получится обычное, подновемное, инференциальное уровне. И более того, в принципе, вы его можете даже не решать. Потому что ответ-то вам сразу должен быть понятен для распределения по скоростям. Совершенно очевидно, что вы получите из-за этого дифференциального уровня. Можете его решать, а можете не решать, а сразу записать ответ. Совершенно очевидно, что вы получите распределение максимума. В. в квадрате 1, а, в, конечно же. Постоянную форму мы написали. Где c, вообще говоря, на ориентировочные множители, так как это у нас плотность и варианность, и интеграл от минусы и бесконечности, то я должен быть единичным, то вы, наверное, коэффициент c можете помещить. Коэффициент c, безусловно, есть просто корень физ m на 2 пк. Распределение Маслова. Можете убедиться, что решение дифференциального множественного мнения равняется. А вы получите абсолютно точно такой же. Вот. Так. Ну вот. В принципе, безусловно, картина, описываемая уравнением Фоккера-Планка, если бы вы решали стахастическое дифференциальное уравнение, то это абсолютно невероятно. Но просто уравнением Фоккера-Планка пользоваться гораздо удобнее. Это классический математический анализ. А вот так вот сразу же, если вам записали стахастическое дифференциальное уравнение, достаточно сложно по-другому, чем уравнение по-другому, вы еще очень сильно получите из его решения. В этом смысле пишите уравнение стахастическое дифференциальное из модели. Пишите к нему уравнение Фоккера-Планка, решайте, как можете уравнение Фоккера-Планка. Можете находить средний от любых функций под случайное увеличение. Все, вот как это направление движения. Более подробно, к сожалению, нет времени рассматривать. Ну это наконец последнее, вы можете сказать, ну ладно, радиофизика статистическая нас не очень интересует. Но дело в том, что именно к таким подходам сводятся все одномерные задачи квантовой механики, задачи многих частей. То есть именно к таким методам решения сводится задача электрон в случайном поле, как бы в одномерном случае. Модель Хаббарда в одномерном случае. И еще огромная куча задач одномерных. То есть для одномерных задач квантовой механики, для систем многих частиц, там возникает преимущество, что они у вас не по времени случайно, по вот этой вот одной переменной оказывается. По одномерному пространству. Случайное увеличение. И вы можете просто использовать соответствующий аппарат, и там получены для кучи задач точно решения. И как бы точно они возникают в связи именно с тем, что вот может быть развит какой-то соответствующий аппарат. К таким уровням все и будет сводиться. В этом смысле всякие одномерные задачи, они всегда решаются совершенно радикально, внешне по-другому, в отличие его от задач соответствующих более высокой размерности. Так что имейте это в виду. Все, так я вперед подъем. Все, так я вперед подъем. Спасибо.